С 29 ноября по 3 декабря проходил чемпионат мира по свободной пирамиде. Мы с вами попадаем на вторую матчевую встречу, ограниченную во времени 52 минутами, в которой лицом к лицу сойдутся Эрнар Чимбаев и Сергей Горославец. Итак, Казахстан против России. Посмотрим, чем закончится этот матч, который для вас будет комментировать дуэт комментаторов. Прошу прощения за тавтологию. В составе Юрия Царицына и мастера спорта международного класса, вице-чемпиона мира и Европы Сергея Ермакова. Сергей, рад приветствовать вновь на комментаторской позиции. Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые телезрители. Будем наблюдать то, что нам показывают. Ну что, так на вскидку, Сергей, кто, по вашему мнению, относится к фавориту? Кто является фаворитом? Ну, вы еще не успели представить участников, но, насколько я понимаю, в турнире продвинулся немножко дальше Эрнар Чимбаев. Да, так и есть. Представьте. Я, пожалуй, это особо ни о чем не говорит. Трудно мне делать какие-то прогнозы, но могу так сказать, что с Эрнаром Чимбаевым я не так давно, но 4-5 лет назад на Кубке Кремля играл в какую-то комбинированную пирамиду, если я не ошибаюсь. И как закончился матч? Он меня обыграл со счетом 4-1, может быть, 4-2. Не помню, на скольких побед. Итак, коль скоро упомянули о соперниках, которые были в основной сетке чемпионата мира, давайте, наверное, расскажем об их турнирном пути. Что касается представителя Казахстана. Эрнар Чимбаев родился 13 апреля 1988 года, уроженец Алматы. В первом туре Walkover крест в 1-32 финале Эрнар встречался с Игорем Агузовым, обыграл его со счетом 7-2. Шагнул в 1-16, где ему противостоял представитель Кыргызстана Кенебек Сагенбаев, достаточно известный любителем бильярдного спорта. Так вот, своего визави Казах обыграл со счетом 7-3. Ну и, собственно, 1-8 финала, на которой Эрнар остановился. Там была контровая партия против Богдана Рыбалка, которого мы с вами имели удовольствие наблюдать в первой матчевой встрече. Там Богдан обыграл своего оппонента, представителя России. Что касается Сергея Горославца, то он дошел до 1-16 финала. То, о чем и говорил Сергей, чуть раньше остановился в основной сетке чемпионата мира. В 1-16 Сергей проиграл как раз Богдану Рыбалка, который шагнул в 1-8 и там обыграл Чембаева. Ну а в 1-32 Горославец со счетом 7-3 обыграл Владимира Перкуна. Ну, начало встречи показывает Юре, что Чембаев себя чувствует очень уверенно. Да, находится в своей тарелке, пока все у него складывается. Разбил с разбоя и уже набрал 7 шаров. Да, вот так вот скоротечно развиваются у нас события. Будем надеяться, что дальше будет только интереснее. Да, Горославец Сергей пока ни одного шара не забил. Он еще просто не вступал. Да, Ирнар пока ему такой возможности не предоставил. Но, насколько я помню, мы же наблюдали Сергея Горославца в предыдущих матчевых встречах. Когда они играли в динамичную перелогу. И, в принципе, Сергей там показал себя достаточно и зрелым, и опытным мастером. Поэтому еще не ясно, чем закончится данный матч. Ну, и обращаем... Да, пока 9-0, если не 8-0. Да, обращаем внимание на всякий случай, может быть, тех, кто первый раз смотрит матчевую встречу. Здесь, по сути, нет партий. Здесь счет ведется не переставая, пока не закончится время матча, 52 минуты. И разбой играется не всегда до 8 шаров. То есть, в данном случае 8, потому что после попадания восьмым Ирнар не забил следующий шар. Если бы он забил, то счет велся бы и дальше. 9, 10, 11 и так далее. Собственно, до первого промаха после забития восьмого шара. По-моему, все достаточно просто. Ясно. Свободная пирамида. Любым шаром, по-любому. Наблюдаем. Наблюдаем. Сейчас Сергей сделал очень правильный спортивный разбой. Он сделал его с активной точки, которая позволяет вот шару, крайнему, стоящему в пирамиде, вернуться туда же, к той угловой лузе, в которой он забил биток, и продолжить серию. Ну вот у Сергея шанс сейчас настигнуть своего оппонента. Не забил он достаточно несложный шар. И после его ошибки шар подкатился близко к угловой лузе. Это сейчас позволит, наверное, Ернару Чумбаеву сыграть активно с века в отскок и подбить пирамиду. Да, вот мне с предыдущего плана показалось, что не так близко стоит тот шар, от которого игрался с ваяк. Но вот это оказалось достаточно для того, чтобы провести атаку. Тем не менее, она не увенчалась успехом в исполнении Чумбаева. Ну, отчасти повезло ему, что он не подбил пирамиду. Выбирает свой в середину сейчас Сергей. Ей здесь хорошая резка и на таком небольшом вращении попадает. Горославец. 2-8. Открывает себя атаку, кстати, в левый угол. Сейчас посмотрим, мяч показывает. Атаку прицельным. Ну, здесь удар несложный. Ну, как вам сказать, Юрий. Ну, мне кажется, в сравнении с тем, что нам доводилось видеть в предыдущих трансляциях. Тем не менее, в сочетании вот с таким правильным по размеру и по вращению поведением битка, это удар очень непростой. Но мне вот интереснее в данном случае было выход посмотреть. Ну, идеальный выход получился для Сергея. Вот замечательный удар под бой пирамиды. Очень тактически правильный удар. Тоже здесь чуть подпрыгнул биток, возвращаясь вот в эту груду шаров. Телевизионная техника позволяет заметить все эти нюансы поведения шаров. То, что вживую практически не видно. Здесь можно на повторах посмаковать. Да, ну вот дает понять Грославец, что не будет он отсиживаться в обороне. И, собственно, все возможности при малейших атаках будет использовать. Судья объявил семь шаров. Давал здесь нижний. А позиция позволяет еще продолжать. Главное забить восьмого. Восьмой точно. И дальше смотрим, какое продолжение сейчас интересно будет выбирать Грославец. В середину. Сейчас он может, в принципе, достаточно рискованное продолжение выбирать. Потому что это ничем ему не грозит. Да, напоминаем, что в случае непопадания, права на удар в этом разбое у соперника уже не будет. Но Эрнард достаточно спокоен. Сидит, ждет своей очереди. Собственно, начало матча тут пока сильно переживать по какому бы то ни было поводу не стоит. Вот выбирает угол. Я думал, в центр будет играть Свояка. Нет. Я не справился. Но тем не менее взял... Угол был выбран, скорее всего, по принципу дистанции. Тем не менее взял реванш за предыдущий раз бой. Там было 8-0 в пользу Чимбаева. А здесь ни одного шара у Эрнара и 8 у Сергея. Итак, продолжается матчевая встреча. Чимбаев у стола разбивает слева от себя стороны. Попадает. Пока ни одного промаха не совершили. С разбой. Да, оба спортсмена тачны. В связи с таким матчем. Это отрадно. По предыдущей матчевой встрече там не так лихо, да, попадали спортсмены. Тоже очень неплохой удар. Забиты шары, подбиты остатки пирамиды. Да, подбой зачастую тоже первостепенное значение имеет. Появился достаточно прямой шарик. Не приняла его луза. Ну, на таких ударах очень часто делаются ошибки, потому что удар связан с тем, с задачей еще и подкатить биток в нужное место. В район центра битка. Это один из самых сложных ударов. Кстати, Юрий, мы с вами смотрели сетку чемпионата мира. Вы обратили внимание, что на такой достаточно высокой стадии тут мира уже большинство матчей закончились в контровых партиях. Вообще, это очень показательно для, так сказать, современного уровня бильярдного спорта. Да, говорит о том, что он очень высок, и это здорово, когда есть такая борьба. Очень трудно предугадать, кто победит. Ну, и вот сейчас, я думаю, что пока, по крайней мере, мне кажется, что соперники равную игру демонстрируют. Понятно, что сейчас... Хотя, по первому разбою... Да, казалось, что может все пойти в одну калитку, что называется. Но, я говорю, уровень турнира и уровень спортсменов год от года растет, и это, конечно, здорово. Сейчас такая, наверное, борьба психологий идет между Горославцем и Чимбаевым. Кто завладеет пальмой первенства, возьмет игру в свои руки и, собственно, будет диктовать оппоненту свои условия. Ну да, в свободную пирамиду, ну, не только в свободную, конечно, а все остальные, захватить инициативу очень важно. Тот, кто ее захватывает, начинает чувствовать себя гораздо увереннее, а партнерный оборот ему надо возвращать. Вообще, в бильярде, мне кажется, вот та самая пресловутая психология имеет первостепенный фактор. Понятно, что там игрок может быть в форме или не совсем, какие-то обстоятельства, ошибки, да, обидные бывают, или, наоборот, курьезные попадания. Но вот в психологии все равно, как ни крути, никуда не уйти. Я с вами согласен, конечно. Если ты чувствуешь... То, что спортсмены и комментаторы и все остальные специалисты называют психологией в этом виде спорта, это, конечно, очень большое отношение. Попадает Горославец, выходит вперед. Впервые в этом матче. Ну, точнее, впервые он вышел при счете 11-10. Но, тем не менее, вот ведет, пока россиян. Ну, отрадно отметить, что вот этот вот стартовый напор Ярнара Чембаева практически не повлиял. Сошел на нет, да. Будем говорить так. Пока... Пока все очень неплохо для Сергея. Причем Ярнард же и в этом разбое забил. Забил Шернард. Но не смог продолжить. Разглядел здесь Горославец атаку Свояка. Убрал от длинного борта один из прилепленных шаров. Смотрим, как будет действовать дальше. Ну, это был такой явно атакующий удар без без какой-то тактической особой подоплеки. Но сейчас уже будет более сложно, конечно. Думаю, что он выберет игру прицельного шара, скорее всего. Да, так и есть. Атакует угол направо. Справился с очень с очень сложным ударом и, возможно, подойдет себя. Это награда за активность. Хотя, конечно, трудно предположить, что в подобном матче, особенно в середине в середине партии, спортсмены уйдут в какой-то Большой отрыв? Нет, в какой-то долгий тактический отыгрыш. Да вообще, я говорю, вот в матчевых встречах редкость большая видеть позиционную борьбу какую-то. Ну, да, собственно, сама формула этого матча предполагает атаку. Вот по встрече, в которой встречались Рыбалка и Шишонин, я, например, могу вспомнить один отыгрыш в исполнении украинского спортсмена и то, когда на столе оставались два шара. Да, при счете все все. Да, это был единственный такой тактический ход. Так, Эрнарт сейчас оставляет один из шаров там, в районе Лузы. Есть ли возможность туда скатывать потихонечку? Ну, вряд ли он будет скатываться с такой дистанцией. Но здесь, да, далеко. Активно быть. Нет, вот видите, да, рискует и делает правильный выбор, но здесь... Но... Это тоже, конечно, влияние дистанции. Побоялся. Хотя шар играется, в принципе. Ну, на сильном ударе, да. Да. Сокращает отставание, вот так вот, минуты за две, наверное. Минус один. Нам сейчас показали счет минус один у Чимбаева. У Чимбаева, да. 15-14, впереди игрославец. Так вот, прибегает к использованию машинки или тещи, как ее еще называют. Далеко тянутся, поэтому таким специальным приспособлением пользуются, которые зачастую облегчают бильярдистам жизнь. Вот видите. Молодец, Эрнар. Сейчас, Эрнар, покажут счет. Обязательно покажут. Наши коллеги-графисты не дремлют на своих позициях. Вот, пожалуйста, 15-15. Паритет. Вот он. Вот это был, да. Редкий случай, уважаемые друзья. Запомните этот замечательный момент. Любит бильярд в Казани, да и, собственно, во многих других, не только российских городах. Множество крупных международных турниров проходит, и поэтому здорово, конечно, осознавать, что год от года эта игра становится все более популярной, и все больше родителей, собственно, отдают своих детей в этот вид спорта. Мне это действительно приятно осознавать. непростой свояк не удается сейчас россиянину. Ну, он сделал хороший удар. Не поставил, не оставил легкого шара соперника. Да, вот сейчас... В этом случае атака была вполне оправдана. Да и значение-то, в принципе, вот этот заключительный шар большого не имеет. Все будет зависеть от того, как пойдет следующий раз бой. Да, ну вот сейчас долго. А вот в какой-нибудь турнирной встрече, игра в последнем, это тоже... Да, до последнего шара, да, другое дело, абсолютно. Там как раз... Там могут очень долго разыгрывать такие ситуации. Там его значение совсем другое приобретает. Атака в центр. Браво! Браво, Сергей! Сергей справился первым. Убирает последнего шара в этом разбое со стола и ведет с преимуществом. Смотрим, будет ли четвертый подряд точный разбой. Осечка на сей раз. Чуть-чуть не долетел шарик на лузе. Сильный удар отвечает взаимностью дальняя угловая луза и Чимбаев вновь сравнивает счет. Вот в этой ситуации теоретически можно было пытаться направить биток вперед, забивая прицельный шар. Но Чимбаев уже избрал другой удар, более надежный после своей ошибки. Вот вопрос относительно строгости луз. Сейчас, смотрите, бордовый останавливается в центре таким образом, что виден там зазор как с одной, так с другой стороны. Средняя луза всегда предполагает приличный и плавный, плавный переход в угол. Очень хороший перевод. И падает в итоге. Конечно, сейчас Эрнару хотел... Слишком хороший оказался. Да, да, да. Хотелось бы... без иронии. Я понимаю, абсолютно, да. Я думаю, что Эрнару сейчас хотел составить этот шар, чтобы он позволил ему продолжить скатывать туда, вот в угол направо. Но, тем не менее, не ищет в данном случае легких путей и справляется с другими ударами. Тем не менее, пять шаров забито. Есть еще возможность продолжать. очень технично хороший удар. Не довел, конечно, до идеальной точки, но атака продолжается. Выбирает свои ика. Сейчас он, конечно, старается выбрать. Шар максимально легкий для исполнения. это уже индивидуальный подход. Но тут усложняет ни к чему, на мой взгляд. Он сейчас играет восьмого шара и успешно справляется. Я думаю, что еще тут серия может прилично получиться. Ну да, ошибки. Молодец. Здорово. И еще одно попадание. Да, вот так вот набивает руку сейчас Чимбаев. Приходит к нему уверенность с каждым точным попаданием. В общем, мне сказать, что Горославец совершил какую-то грубую ошибку. Да? Не, но он не забил с разбоя, правда. Но опять же, в сравнении с такими серьезными ошибками. О! Не хватает здесь лузы для того, чтобы поместить туда еще шары. Этот удар не получился. 12 шаров забил. Да, 27-16. Пятый разбой в матчовой встрече и пока 4 из 5 точно. Причем и Ярнар Чимбаев вообще ни разу не ошибся. И это огромное преимущество свободную пирамиду. Да, разбой фактически пол дела. Забил. Получи возможность для продолжения. Не забил сидишь дешанца, который предоставит соперник. Если предоставит. Сергей уже практически два разбоя просидел на стуле. Классный удар. Вновь неподалеку от Лузы оставляет Эрнар биток. Надо немножко повнимательнее на него взглянуть. Не очень понятно, как он остановился. но он по левой стороне ближе. Но вот меняет вектор атаки. Наконец. И вот здесь более выгодная наверное ситуация сейчас. вот он был отбой. Ну что я хочу сказать, Юра. Если Чимбайм сейчас наберет минимум восемь шаров, он уже войдет в очень серьезный отрыв. и уже можно будет тут он и промахнулся. Но тем не менее преимущество его достигает восемнадцати, если правильно я считаю, шаров. Если бы он сейчас забил восемь, да, мы понимаем, Сергей бы уже не смог подойти к столу. Преимущество было. Весомо, да, весомо. Когда отрыв составляет больше обычно двадцати очков, это уже говорит о том, что тому, кто отстает в счете, будет значительно сложнее. Итак, тридцать четыре восемнадцать преимущество казахского бильярдиста пытается Сергей сейчас его догнать. Играет в середину. Несложный удар. По идее, не должен здесь доставить особых проблем нашему соотечественнику. Вот лучше бы не говорил я ничего. Любой несложный удар, Юрий, можно усложнить желанием сделать хороший выигр. Да, думается, что именно мысли о выходе сейчас сыграли злую шутку с Сергеем. Эрнар атакует противоположный центр и Свояко удается. И вот то, что любой несложный удар может подобным образом усложнить, лишний раз подтверждает такую истину. На бильярде нет легких ударов. Понимаю о чем вы говорите да и согласен наверное в большей степени. Просто опять же удар удару рознь есть позиции на которые ты смотришь и не совсем понимаешь вообще что выбрать есть ситуации в которых возьми с полки дорожок. Которые очень несложно забить. Сложно сделать так, чтобы в серии. Итак, заканчивается у нас первая половина матча, но и по-прежнему представитель Казахстана 34-18. Добро пожаловать обратно в Казань, где полным ходом продолжается матчевая встреча, в которой встречаются Сергей Горославец и Эрнар Чимбаев. Сейчас смотрели яркое красочное самаре, обратили внимание на интересную технику. Так, подворачивать немножко руку при ударе. Вот вы, Сергей, как считаете по поводу этой самой техники? Нетипичной ведь действительно, да, видите? Да, очень своеобразное движение демонстрирует на Сергея при ударе с таким явным подворотом внешним. Вообще, насколько я знаю, теория бильярдной техники предполагает как раз обратную ситуацию. Считается, что плохо, когда кий при ударе проворачивается вокруг своей продольной оси. есть даже я видел такие специальные американские кии для тренировки, которые имеют в шафте треугольный профиль, позволяющий явно понять, проворачивается у тебя при ударе. Интересно. на таком уровне, как на котором играет сейчас Сергей, это можно списать просто на индивидуальные особенности техники, потому что на результативности это... Я вот как раз подумал о том, не влияет ли, не мешает ли, потому что при соприкосновении, наверное, тоже с поверхностью шара каким-то образом траектория может из-за этого поменяться. С одной стороны, она где-то, может быть, и мешает, но с другой стороны, если он от нее откажется, я думаю, что он перестанет просто забивать. Ну, то есть, ему просто так комфортно. Да, это его... Он... ему комфортно, он понимает это движение, и раз он им пользуется, оно скорее помогает, чем мешает. Но вот пока это самое движение не может приблизить Сергея Кернару, который лидирует с весомым преимуществом 19 шаров. Но 20-го не случилось, и это прекрасный шанс для «Россиянина». Ну, посмотрим, как он разыграет эту ситуацию. Вот, собственно, начальный удар уже не совсем удобен. Да, не совсем понятно, как его сделать, потому что, мне кажется, ближний к лузе шар залип на губе, и придется делать активный удар. Да, так и есть. Это не очень... Я вот, честно говоря... Не очень способствует хорошему выходу. Я, честно говоря, не разглядел сначала, что он прилип к одной из губок луза. на слабом ударе он мог бы не упасть. Так Сергей пытался немножко подбить позицию. Ну, минимально. Минимально там было касание. Ну, больших возможностей у него не было в этой ситуации. Ну, вот, смотрим, как там. По-моему, тоже ничего такого сверхброского. Ну, тем не менее, там вот в районе пирамиды сейчас есть возможность атаковать и в среднюю, и в угол. Сейчас посмотрим, что выглядит, Сергей. Скорее всего, будет активный удар либо с оттяжкой назад, либо с... Оттяжка, да, видно. Оттяжку. Ну, оттяжка такая, достаточно дозированная, но не очень хорошо у него получилось. Хотя открылась, если вы видите, сверху такая короткая пара. Интересно. Я думаю, что хотел в данном случае Сергей... Ближе к лузе. Да, к лузе, чтобы больше отбортнулся вот этот вот шар, чтобы от него можно было атаковать. Ну, вот неплохой свояк разглядел здорово на левом винте. Нам с вами такие свояки вообще-то на самом деле трудно. Трудно разглядеть именно из-за ракурса. На столе более понятно, как бы, насколько целесообразно его играть. Ну, и сейчас Бордовый стоит таким образом, что именно по нему атакует Горославец. Убирает со стола. Пытался подбить. Что-то получилось. В этом случае можно было и на мягкой оттяжке пытаться направить биток ближе к противоположной лузе, но Сергей выбрал другое. И все равно, да, Сергей, согласитесь, наверное, даже несмотря на солидное преимущество, вот у меня лично не складывается впечатление, что Чимбаев явный фаворит этого матча. Абсолютно с вами согласен, Юрий. Действительно, оба играют очень хорошо. Мы помним, что Эрнар ушел в отрыв после того, как Сергей не реализовал. Там был такой не очень неудачный разбой, после которого Эрнар забил 12 шаров подряд. Вот это был пока решающий фактор. Блестящий винт, но вот попадания не случилось, к сожалению. Не исключено, что именно из-за винта не получилось забить. Так, Эрнар скорее всего выберет атаку прицельным в угол налево. Обратите внимание, Юрий, Эрнар уже достаточно долго готовится к удару. Он понимает, что если сейчас не забьет, может вообще инициативу упустить. А вот посмотрите, да, разглядел середину, свояка в середину, да, хороший удар. У него и был выбор играть свояка с этой стороны или с противоположной. Кстати, получилось неплохо у него сейчас продолжение в дальний угол. Я-то смотрел наоборот, на атаку прицельным почему-то ускользнул из моего взора вот этот вариант, да, со своей компациентой. Для игры прицельного шара, я думаю, нужно немножко более комфортный угол резки. Согласен. Там все было в районе полушара и больше. Восьмерка отправляется в угол налево. Смотрим, туда же, сейчас последует еще один прицельный. Вот он рискнул сделать удар с выходом. Не забил, но и не подставил. ну и посмотрите, все равно плюс 16. Пока ощутимо. Шары прыгают, вы обращаете внимание? Да-да-да. Прыгают, прыгают. Так, ну пора включаться к горославцу для того, чтобы чувствовать себя более комфортно в концовке матча. Атакует в середину. Говорили мы о том, что... Выбирает сложный шарф из-за того, что более комфортный угол там был атаки, но он не справляется. А, видимо, еще и планировал вот это событие, которое после удара произошло. Прицельный шар после удара подкатился опять к средней лузе. Ну, достался уже вернаду и его сопернику. Вот тот случай, когда госпожа Удача смотрит немножко больше в сторону казахского бильярдиста. Но, опять же, не только госпожа Удача. Тут тоже надо понимать, что делать более простой удар, но без выхода. Особого смысла Сергею не было. Ему же надо сокращать разницу в счете. Безусловно. Ну, вот Чимбаев пользуется предоставленным шансом. Безполна. Именно тем, что Сергей рискует, он успешно пользуется. Тактика тоже своего рода. Боксеры уходят в клинч. Удар от борта сейчас исполнил Эрнар. А приколь. Хотел получить какой-то выход с этим ударом, но особого улучшения я не получил. О, хороший свой. Хороший. И заслуженные аплодисменты. Рибо. один из немногих своих таких активных. Не удивляйтесь, уважаемые друзья, что видите вы вот такое вот покрытие, обычно привыкли мы к тому, что на бильярдных турнирах либо какой-то ковер постелен, либо что-то такое однотонное, матовое. Дело в том, что турнир чемпионата мира в Казани проходил в центре бокса и настольного тенниса. И, соответственно, зал такой очень неплохой паркет. Понимаем, что Эрнард Чимбаев, который ведет с преимуществом в 20 шаров, по-прежнему точен при каждом разбое. Сергей промазал единожды, если я ничего не путаю. Или дважды. Сейчас посчитаем, попробуем воссоздать события. Так, счет у нас был 44-24, да, в начале этого разбоя. Стало быть, это шестой. Седьмой. Седьмой разбой в матче. Соответственно, четвертый раз устала Ярославец. Все четыре раза он попал. Нет, Сергей промахнулся все-таки один раз. Три было... Наверное, только есть. Да. Ничего себе. Ошибка Чубаева не привела к явному упрощению позиции. Сейчас такая какая-то замысловатая... И у Сергея все равно выбор только из сложных ударов. Замысловатая фигура. Посмотрите, пять шаров стоят такой полудугой, да, на левой части стола. И вот эти четыре в центре образуют такой ромб, как будто... Тем не менее, Сергей справился с сложным свояком. Да. Потеревшись о губке правой угловой лузы, свой оказался там. по назначению. А он подкатился близко к средней шару. Молодец. Да, ну вот хорошо сейчас. Позиция располагает к тому, чтобы... Двумя ударами он очень сложной позиции сделал очень комфортно для хорошей серии. сейчас 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 надо побольше концентрации в каждом ударе, потому что потому что очень часто бывают ошибки после сложного забитого шара. Вот с левой руки играет сейчас Горославец. мне не совсем понятно. Что именно? Почему? Он именно такой удар выбрал. Видимо, из остальные шары не позволяли сделать идеальный выход. Он такое ощущение, что он подбивал шар стоящий близко к борту специально активизировал его. Допускаю. Сейчас опять будет искать возможность забить с хорошим с хорошим выходом, с хорошим продолжать. Лишние 10 сантиметров при отскоке от борта прошел. Здесь вынужден тянуться. Постарался исправить свою неточность тактическую. Интересно, удалось или нет. Неплохо, да. Как-то да. Но тем не менее, вот он не бьет свояков, пытается свояк. это удар, с которого очень тяжело выходом. Вот сейчас и левой рукой, но тем не менее. Именно для того, чтобы доставить биток в зону луза. Сложное продолжение. Выбирает, но у него нет другого выхода. Сейчас будет обидно, если упадет. Нет, не упал. Очень хорошо. Потихоньку теперь. Дело техники. Так, восемь шаров. Набрал Сергей. Ну и сейчас надо постараться максимально. Сомнительный тоже удар. Но тем не менее, смотрите, останавливает. Очень сложный удар, потому что ближним шаром гораздо легче было выхода обеспечить. Но здесь свояк. Да, свояк. Он, по-моему, близко к борту подошел, хотя, наверное, играется. Смотрите, нам опять полна коробочка. Набились шары вот в эту угловую лузу. Ну, в свободную пирамиду часто так бывает. Туда, куда ты сделал хороший выход, туда все и отправляется. Не доводилось, Сергей, по вашему опыту видеть, чтобы, например, сетка корвалась из-за того, что там огромное количество шаров? Из-за того, что там слишком много шаров во время партии? Нет, не доводилось. Но со временем все равно любая сетка рвется. Вот интересно, да, бывали ли такие случаи на турнирах? Доводилось не наблюдать в свое время, как на тренировке Канибек Саганбаев на моих глазах в американку отправлял по 14, по 15 шаров в одну и ту же год. Канибек не понаслышке знаком любителям бильярда, представитель Кыргызстана, мастер с большой буквы. Это я собрался до конца. Да, работает. Работает над собой, совершенствует игру. Это опять слабо разбой. И он, кстати, мне кажется, даже в данном разбое склонился к более защитному варианту, не пытался активно атаковать. Ну что, разрыв-то сократился до 9 шаров. Сейчас, если Чимбаев ошибется, уже шансы неплохие. Но Чимбаев постарается сделать максимум возможного для того, чтобы не допустить приближения к себе своего оппонента. Сейчас будет вновь пытаться уйти в отрыв. Посмотрим. Итак, Вернар убирает со стола шар бордового цвета. Ну, я могу сказать, что Сергей уже дважды возвращался в матч и оказывал такое психологически серьезное давление. Но Вернар не теряет присутствие духа, на мой взгляд. Но тут немаловажный фактор, что Сергей постоянно догоняет. И в данном случае на него, я думаю, большее давление оказывается. Не, ну, когда в эту игру разрыв составляет, там, скажем, меньше 10 шаров, ну, все равно как бы подспудно появляется. Понимание того, что раз промахнешься, тебя могут уже догнать по факту. Сложное продолжение. Очень агрессивное. Есть подбой. Замечательно здесь стоят вот эти два шара. Один из них близок по дальнему борту к центру. То есть от него просится с вояк. Сейчас посмотрим. Я думаю, что-то в среднем лузу надо. Вот именно им сейчас, да, играет Верналь. Какой еще так примерялся. Да, выбирает атаку прицельным. Не справляется. Мне кажется, в среднем был более более простой удар. Вот про него-то я и думал, и говорил. Хотя нам трудно судить еще раз. Мы в таком ракурсе можем не видеть нюансов. Но должен пользоваться сейчас предоставленным шансом горославец. Сколько сейчас забил Вернальдар? Он забил 5 шаров, видимо. Да, так и есть. Да, 46 было. И у Сергея есть возможность подсократить. Да что ж такое? Никак ему не дается эта средняя луза. Ну, технически все он сделал, правильно видимо. Немножечко не доцелился. Да, не воспользовался. Грубая ошибка. Шанс был хороший, да. Как бы это ни стало краеугольным камнем этого матча. Достаточно скоро, я думаю, мы поймем. Я думаю, что в районе 10-15 минут сейчас остается. О, какой техничный удар. С такой дистанции на такой резке это достаточно сложно. Попадание было прямо по центру лузы очень красиво. очередной свой. Вот так по ощущениям свояки даются сегодня Чимбаеву. Он уверенно их сыгрывает. Не только. Я считаю, что уже здесь на этой стадии матча уже ни о ком волнении особо говорить не приходится. Спортсмены уже размялись в полную силу и даже отчасти ловят какой-то кураж. Ну, приигрались, притерлись. Да, ну и вот сейчас, пожалуй, впервые в этом матче помните, мы с вами рассуждали, Сергей, в середине репортажа о том, что, несмотря на крупное преимущество, нельзя было сказать, что как-то сильно уступает технике по игре, что является Ирнар-фаворитом. Но вот сейчас, наверное, во многом из-за ошибок Сергея такое впечатление есть. То есть сейчас я могу сказать, что Чимбаев эту игру ведет. Сейчас, да, сейчас букмекеры бы уже прекратили. принимать ставки, да. Так, ну, еще раз разбивает Ирнар-чимбаев. Забьет или нет, Юрий, ваше мнение? Но пока он не давал поводу усомниться в себе, пока все удары были точны и на сей раз так же. Ну, это сумасшедшая статистика. да, конечно, вот этот фактор точного разбоя тоже большим дивидендом является, да, для представителей Казахстана. раз за разом попадая во многом. Благодаря этому Чимбаев себе... Минимум пять их было, да, если не шесть, но, Юрий? Именно у Чимбаева попаданий? Да. Сейчас мы посчитаем, всего разбоев было... Вот это девятый. Это девятый разбой в этом матче, соответственно, пять у Ирнара, да, и четыре у Сергея. Сергей был неточен дважды, а Ирнар, конечно, на высоте в этом показателе. Так, после предыдущей партии он ушел с преимуществом пятьдесят четыре у него было забитых, соответственно, на тридцать семь было и остается. На данный момент уже пятьдесят восемь шаров забил. Получается, что в прошлой партии, в прошлом разбое, наверное, так будет правильнее говорить, Горославец не забил ни одного шара после своей ошибки. Она, я думаю, стала для него роковой, об этом можно говорить уже сейчас. Ну да. Все-таки отставание в двадцать три шара очень существенно выглядит. Ну и это, конечно, подарок большой для Эрнара, то, как встает шар, будет сейчас скатывать раз за разом. Это не только подарок, это он сделал сам себе. Сам себе сделал, да, подарок. Вполне сознательно и очень технично. Ну, он как бы не теряет концентрации, можно сказать. Ну вот, пожалуй, первый удар, когда... Ему уже, наверное, и самому очень интересно и нравится то, что он делает, у него все получается. Посмотрите, раз за разом блестяще просто выходит. вот это он с разбоя забивает сейчас двенадцатый шар. Опять. Повторяет свою лучшую серию, а может ее и улучшить. Двадцать. Я насчитал двадцать точных попаданий с момента лидерства, с момента, когда Гориславец забил свой последний шар, тридцать седьмой по счету. Вот с того момента... Юрий, обратите внимание, эта партия началась с разбоя. Да, и пока все, все ударили. И теоретически есть возможность забить все. все пятнадцать, да. Справляется. Четырнадцатый шар забит, но, конечно, пятнадцатый тут, пожалуй, дуплетом только можно. А вдруг? Ну, сейчас посмотрим, какой удар выиграет. Нет, все-таки он атакует, наверное, прицельный шуток. У тебя и дуплет возможно. 68-37. Почти уже в два раза, да? Тут, ну, не в два, конечно, но очень существенное преимущество. Почти в два, шести шаров не хватает, давай, он перевез. Все-таки атакует, атакует левую угловую лозу. Ну, судя по серии, которая ему удалась. Очень близко, молодец. Итак, закончилось время матча. Мы поздравляем обоих спортсменов, благодарим за яркую игру, которую они продемонстрировали, ну и, естественно, поздравляем Эрнара Чембаева, который одерживает победу. Эрнара Чембаева,